Лихорадка была достаточно тяжелая, но невозможно. Первый раз в жизни я за свои годы почувствовала, что такое болеть горлом. Симптомы, которые сейчас для врачей были бы очевидным диагнозом. Но в феврале коронавируса в России еще не было. Наталья пыталась лечиться, как при обычной простуде, в итоге попала в больницу. А спустя полгода решила успокоить себя и сдать тест на антитела. Результаты показали. Девушка давно переболела ковидом. И в больнице, я так понимаю, мы все лежали, и доля процентов 50 была схожая по симптоматике. И коллеги мои на работе, у них примерно по-разному происходят заболевания. Я не чувствую какую-то гарантию, что я больше не заболею, мне не надо сдавать тесты. Немножко стало поспокойнее. Я все равно понимаю, что мой иммунитет справился с этой болезнью. Вот и в Роспотребнадзоре решили узнать, сколько еще таких случаев. Исследования прошли 74 тысячи человек в 26 регионах. В итоге почти у каждого четвертого в крови нашли антитела. Подобную процедуру в Бурятии проводят с июня. Платный анализ доступен всем желающим. Антитела сдают чаще для себя. Некоторые считают, что переболели бессимптомно. Думаю, может кто-то себя успокаивает. По работе мы обязательно сдаем каждую неделю. И вы переболели? Нет. По своей сути, тестирование на антитела ничем не отличается от простой процедуры забора крови. Потому что, когда вы сдаете анализ на ковид, вам лезут палочкой в нос и небо. А здесь просто игла в вену. Мой тест показал, что у меня ковида не было. Это, кстати, самый частый ответ в республике. Всего исследования прошли почти 10 тысяч человек. И почти все – медработники. Чуть больше 600 проб оказались положительными. 28 из них – это платные пациенты. И, скорее всего, это те, кто не знал, что уже переболел. И фат-диагностика, она может сказать, вот именно в какой вы стадии находитесь, и сформирован ли у вас достаточный иммунитет. Как только у тебя стойкий уровень иномоглобулина G уже появился, значит, ты переболел инфекцией. И ты можешь больше не сдавать на пациент диагностику, анализ. Тем временем Роспотребнадзор запустил второй этап исследований на антитела. Пока тестируют только 4 региона, но в планах привлечь и остальные субъекты. Результаты нужны для дальнейшего плана противодействию инфекции. На сегодня в России официально выявлено более миллиона случаев заражения.